Сегодня мы с вами поговорим про очень важный орган, который есть у всех, но, к сожалению, далеко не все им пользуются. Это 10 интересных фактов про мозг. В среднем мозг человека весит 1 килограмм и 400 граммов. То есть его масса составляет только 2% от массы всего нашего тела. Но при этом наш мозг потребляет целых 20% от всей энергии, которая наше тело вырабатывает. Этой энергии хватило бы, чтобы зажечь маленькую лампочку мощностью в 20 ватт. Кстати, наш мозг на 60% состоит из жира. Мозг сам по себе не имеет болевых рецепторов и поэтому не может чувствовать боли. Поэтому, когда нейрохирурги проводят операции на мозге, они могут вводить обезболивающее только в кожу головы для того, чтобы сделать разрез в черепе. В то время как сам пациент во время операции может находиться в сознании. Существует утверждение о том, что человек использует мощность своего мозга только на 10%. И так думают очень многие. Но это не более чем миф. На самом деле наш мозг работает на полную мощность практически все время. Существует также миф о том, что у людей творческих более развито правое полушарие, а у тех, кто склонен к математике, более развито левое. Большинство людей действительно делится на тех, кто больше предрасположен к творчеству, либо к логике. Но это никак не влияет на структуру и размеры полушарий, которые, кстати, все время работают синхронно. Бывает ли у вас такое, что вы очень хотите спать, но когда ложитесь, то долго не можете заснуть из-за того, что в голову постоянно лезут всякие интересные мысли? Так оно и есть. Оказывается, гениальные идеи чаще появляются в мозге тогда, когда вы вот-вот заснете. Объясняется это тем, что во время засыпания разные области мозга отключаются по очереди. И те из них, которые ответственны за генерацию идей, какое-то время могут работать, не отвлекаясь на взаимодействие с другими зонами мозга, и поэтому более эффективны. Эту особенность нашего мозга отмечали многие гении. Например, Леонардо да Винчи и Томас Эдисон. Да и я по ночам часто из-за этого не могу заснуть. Бывает такое, что после хорошей пьянки отшибает память, и утром не удается вспомнить то, что было ночью. Это происходит потому, что от больших доз алкоголя наш мозг просто теряет способность создавать воспоминания. То есть утром вы не забываете то, что было ночью, а у вас изначально просто не было таких воспоминаний. Когда вы тратите большие суммы денег, используя наличные, то в вашем мозге активируются те же участки, которые реагируют на физическую боль. И это вызывает неприятные ощущения. Интересен тот факт, что если тратить ту же самую сумму, используя кредитную карту, то подобных ощущений не возникнет, потому что активации этих участков мозга не происходит. Это является одним из факторов того, почему люди, использующие кредитные карты, тратят гораздо больше, чем те люди, которые используют только наличные. Вашему мозгу зачастую без разницы, делаете ли вы что-то на самом деле или просто в красках представляете. То есть если вы живо представите себе какую-нибудь опасную и экстремальную ситуацию, то ваш пульс сразу повысится. Точно так же, как это произошло бы в любой экстремальной ситуации. А если вы красочно представите себе, что, например, висите на краю обрыва держать за камень, то ваши ладони действительно начнут потеть. Эта особенность нашей психики давно известна спортсменам. И многие из них перед соревнованиями занимаются визуализацией. То есть они представляют себе все возможные ситуации, которые могут произойти с ними во время соревнований. И эксперименты доказали, что подобная практика действительно улучшает результаты этих спортсменов. Подготавливая их мышцы и тело. Существует такой феномен, который называется фантомные боли. Это когда человеку ампутируют, например, ногу, но при этом он все равно продолжает чувствовать в этой ноге боль. Хотя ноги у него больше нет. Это происходит потому, что хотя самой ноги уже нет, в мозге все равно остались нервные окончания. Которые отвечают за восприятие боли в этой ноге. И некоторым инвалидам приходится жить так всю жизнь, потому что эффективных методов лечения фантомных болей до сих пор нет. Большинство людей очень сильно боятся быть отвергнутыми. Это может быть отказ любимой девушки или, например, увольнение с работы. Ученые выяснили, что наш мозг реагирует на отказ так же, как и на физическую боль. Именно поэтому многие люди так тяжело это переносят. Теоретически половина нашего мозга может быть удалена хирургическим путем. Но это никак не повлияет на нашу личность. То есть человек останется таким же, каким был раньше. Задокументировано множество случаев, когда люди получали тяжелые травмы головы, в результате которых лишались значительной части своего мозга. Но при этом оставались здоровыми и продолжали вести активную и полноценную жизнь. Объясняется это тем, что многие участки нашего мозга очень пластичны. И если какой-то участок мозга будет утрачен, то другой его участок сможет взять на себя его функцию и продолжать работать. Сегодня у меня к вам такой вопрос. Назовите трех людей, которых вы считаете самыми гениальными. Это могут быть какие-то ученые, писатели или изобретатели, кто угодно. Напишите свои ответы в комментариях. А в продолжении темы рекомендую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про сердце и про глаза. Ссылки на эти видео на экране в аннотации, а также в описании под этим роликом. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Если вам было интересно, то ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, потому что там можно пообщаться со мной. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. С вами был Демиос. Пока!